Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. По слухам в соцсетях, Дима Дмитренко в реальном времени уже находится на поляне Дома-2. Он воссоединился со своей женой. Маша Кахно прокомментировала расставание с Димой. Дима пишет мне до сих пор, но я ему не отвечаю. Я думаю, он меня использовал ради пиара. Саша Черно скучает по Иосифу Аганесяну, которого отправили на Сейшелы. Она хочет полететь на острова за свой счет. Ольга Бузова дала интервью журналистам. На вопрос, появился ли в ее жизни новый мужчина, она ответила да, но затем сразу осеклась. А может и нет, сказала она. Вы знаете, я усвоила урок. Больше личное на показ выставлять не буду. Счастье действительно любит тишину. На ухаживание Рома Гриценко, который очень хочет быть с Бузовой, она ответила, что у него нет никаких шансов, ведь ей нужен умный мужчина. Дружбе между Татьяной Графовой и Полиной Лобановой пришел конец. Девушки разругались из-за парня. Артем Жуков, из-за которого поругались подружки, в итоге не захотел быть ни с одной из них. Полина Лобанова строит за периметром отношения с парнем по имени Егор, но она не до конца ему доверяет. Скоро он придет на Дом-2, возможно, даже со своей бывшей девушкой. Кевину Кузнецову очень нравится Катя Кузнецова, но девушка считает его легкомысленным и неспособным строить серьезные отношения. Таня Мусульбес решила кардинально поменять образ. У нее новый не только цвет волос, но и стиль в одежде. Она исключила черные вещи и решила быть яркой. У Ольги Ветер недавно взломали страницу в Инстаграм. Мошенники вымогали у нее 100 тысяч рублей за восстановление аккаунта. Она обратилась к профессионалу и смогла восстановить свою страницу. Без общения с подписчиками у Ольги даже началась депрессия. Либерж Кпадону набросилась на одну из своих подписчиц, которая нелестно отозвалась о ее внешности. Либерж решила узнать у своих подписчиков, стоит ли ей делать модную челку. И эта девушка написала ей, что так она будет выглядеть еще страшнее. Марина Тристановна Абрамсон оказалась в эпицентре скандала. На съемочной площадке появилась женщина, которой Абрамсон старшая задолжала крупную сумму денег. Эта женщина когда-то взяла для нее кредит, но своих денег так больше и не увидела. В сети говорят о том, что Ксения Бородина может стать новой ведущей программы «Пусть говорят». Ее поклонники с легкой руки мужа Курвана Амарова запустили в сети флешмоб под хэштегом «Пусть говорит Ксюха». Многие считают, что она уже переросла «Дом-2» и вполне может стать ведущей такого серьезного проекта. После съемок на «Доме-2» Маша Кахно провела время с подругами, с Мариной Африкантовой и Элисой Трианда Фелиди. Она публикует фото с отдыха в кафе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.